Хип-хоп, вок, хаос. Танцевальная смена в детском лагере «Березка» в самом разгаре. Кто из именитых хореографов приехал на смену в этот раз и какое направление учили танцоры, знает Юлия Важенина. Он появился благодаря разборкам в Бронксе. Тем не менее, это очень миролюбивая культура. В нем действует правило «ноутач» — соперники не могут прикасаться друг к другу. По всему миру среди танцоров проводятся баттлы. Все это о брейк-дансе. Это направление участники танцевальной смены ждали с огромным нетерпением. В зале просто яблоку негде было упасть. Но первым делом наша съемочная группа решила выяснить, знают ли поклонники брейк-данса, кто такой Би-бой. Ты знаешь, кто такой Би-бой? Нет, не знаю. Кто такой Би-бой? Что? Би-бой, кто такой? Не знаю. Ты-то хоть знаешь, кто такой Би-бой? Конечно. Нет. Нет, ну... А как объяснить это? Давай. Как? Ну, Би-бой — это... Есть биг-гел — это девочки, которые танцуют брейк-данс. Есть биг-бой — это мальчишки, которые танцуют брейк-данс. Это как раз Слава Петренко. Вот. А я буду считаться Би-гел. Только не биг, а би-бой. Би-бой. Би-бой или биг-гел — человек, который танцует брейк-данс к концу мастер-класса. Эти термины знали все его участники. А учить танцорам основам брейка приехал Слава Петренко. Зрители знают его благодаря, пожалуй, самому известному танцевальному проекту страны. Кстати, как признается сам хореограф, мастер-класса с таким количеством учеников у него еще не было. Раз, два, три, семь, пять, шесть, восемь, восемь. Я никогда не придумываю связку под какой-то определенный трек, хореографию под определенный трек. Почему? Потому что музыка разная бывает, а настоящий танцор должен уметь танцевать подо все. Учиться танцевать никогда не поздно, как мантру повторяют все хореографы. Это доказывает и Светлана Павлова. Она начала танцевать следом за дочками. А на мастер-класс в лагерь приехала специально. Я вообще никогда не танцевала. Просто решила приехать посмотреть. Но вообще очень нравится брейк-данс. Сегодня танцевать было очень сложно физически. Качать под любую музыку, не бояться привлекать внимание и, главное, получать от танца удовольствие. Пожалуй, основные заповеди истинного бибоя. Ну и, конечно, какой брейк-данс без батла? Очень-очень-очень круто. Это был просто самый жаркий мастер-класс, который у нас здесь проходил в данный момент. Слава очень крутой. Хореография его, собственно, была сложная. Для меня это непривычный стиль. Я им не занимаюсь, но так мне все понравилось. Двухчасовой мастер-класс выжил все соки из участников, но отпускать славу они не хотели. И после хореографии в тесном кругу танцоры просто общались. Сдавали вопросы, говорили о брейк-дансе. Я пытался их раскрыть и немножечко направить, ну, на мой взгляд, на правильный путь. Потому что для чего мы, в принципе, танцуем? Чтобы раскрыться, чтобы найти себя, а не просто, чтобы делать какие-то движения, которые делают все. И я пытался их вдохновить на путь развития, саморазвития. Слава третьей по счету звездный тренер танцевальной смены. Еще полторы недели участники будут осваивать разные стили. И, возможно, кто-то из них всерьез займется брейк-дансом. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.